Всем привет! Продолжаем смотреть работы знаменитых художников, ну и может быть не совсем знаменитых. Сегодня хотел бы вам рассказать о художнике Пезелина Франческо Ди Стефано. Флоренция родился где-то 1422 год, итальянский живописец Флоренция. Итальянский историк искусства Азари составил небольшую биографию художника, который с восторгом отзывался о его творчестве. Франческо Ди Стефано родился в семье Стефано Ди Франческо и его супруги Нанной, которая была старшей дочерью художника Джулиана Диорига по прозвищу Пезелла. В 1427 году, когда мальчику было всего пять лет, его отец скончался и ребенок переселился к своему деду по материнской линии Джулиана Диорига, мастерская которого находилась во Флоренции. Я зачистываю википедию. От деда Франческо перешло прозвище Пезелина, то есть маленький Пезелла. В 20-летнем возрасте Франческо Пезелина женился на Торсии, дочери Сильвестера из Руппа. А вот он свидетельствует документ, который сохранился и датирован 22 ноября 1442 года. В 46-м году дед скончался и Франческо унаследовал его мастерскую. Через год после смерти деда в 1447 году вступило Братство Святого Луки. Это организация, которая обвиняла людей в искусстве. Молодой художник работает в мастерской, занимается изготовлением и росписью флагов. Согласно широкому распространенному мнению, он был учеником и сотрудником Филиппа Липпи, но до этого мог получать уроки у Фра Анжелика. То есть такие титаны, сказал художник. В его ранних работах угадывается связь с искусством Фра Анжелико. Это миниатюры из манускрипта Пулника. Первая работа, которую можно уверенно датировать, это пределы алтаря, заказанного для капелла дель новициата в церкви Санта-Крочи в Флоренции. Сам алтарь был расписан Фра Филиппа Липпи. Творческое развитие художника было довольно-таки интенсивным, и Франческо быстро обрыл высоких покровителей заказчиков. Ему были заказаны сундуки Кессоне с росписью на тему Триумфы Петрарки к свадьбе Пьера дель Медичи и Лукреции Тарнубони. А в 1447 году Папа Николай V заказал миниатюры к манускрипту Пулника Силио Италика. Священники Ордена Святой Троицы заказали пизелинный алтарь для своего храма с просьбой изобразить Святую Троицу и Святых Зенона, и Иронима, и Аквастаршего, и Маманта. Работа на алтарем продолжалась до 1457 года, когда Франческо тяжело заболела. Болезнь оказалась смертельной, и алтарь остался незавершенным, его дописывал Фра Филиппо Липпи с ассистентами. Художник прожил короткую жизнь, он скончался во Флоренции в возрасте 35 лет, похоронен в церкви Санта Фелича Инпияца. В Азаре сообщают, что пизелина принадлежит множеству картин небольшого формата, в частности, росписи свадебных сундуков Кессона. Согласно последним исследованиям, самой ранней работой пизелина является серия картин, посвященных путешествиям трех магов, которые он писал вместе с Заноби Стротци, учеником Фра Анджела. Джордж Вазаре в жизнеописании Пизелина и Франческо Пизелли пишет следующее. Если бы пизелина жил дольше, то, судя по тому, что мы знаем, он сделал бы гораздо больше того, что сделал, ибо был в искусстве старательным и не переставал рисовать ни днем, ни ночью. Последние 3-4 года своей жизни пизелина был ведущим художником и новатором во Флоренции. Его великолепное знание, анатомия, правил, перспективы, чувство света, придающее скульптурную выразительность его фигурам, пролагало путь развития живописи следующему поколению художников. Ироки, Палайола, Паттичелли и Леонардо да Винчи. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти в Википедии о художнике Франческо де Стефано или Пизеллина, итальянском живописце. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok